Микс Ньюс Доброе утро всем, кто к нам сейчас присоединился, и всем, кто нас слушает с 8 утра, сейчас личное утро на Радио Болтком. Ведут программу Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв, гость в студии. Личное утро у нас сегодня с Валерием Петковым. Это писатель, это автор девяти книг, да? Вот сейчас уточним, и мы будем говорить о его новой книге, только недавно вышедшей, которая называется «Хибакуша». Это повесть о чернобыльской трагедии, и автор книги знает, о чём он пишет. Здравствуйте, Валерий. Доброе утро. Валерий пришёл к нам в студию с целой библиотекой. Это целая серия книг, которая вышла в серии «Ковчег». Вот теперь мы будем читать, нам не перечитать. Ну и самое главное, вот покажите, потому что у нас работает камера, будет видно. Вот эта книга, о которой мы будем сегодня говорить. И в следующую субботу, через неделю, 14 марта, в 18 часов, в книжном кафе «Полярис», которое в торговом центре Дамина, Валерий представит вот эту книгу. И приходите, те вопросы, на которые мы сегодня не успеем ответить, значит, можно будет задать там. Валерий, и сразу вопрос, который, наверное, всех интересует. Почему такое название? Что это значит «Хибакуша»? Ну, это русская фонетика, конечно, «Хибакуша». Речь идет о том, что в Японии есть закон, называется «Хибакуся» на японский манер. Он очень жесткий закон о том, что те, кто пережил атомные реалии, последствия, взрывы и прочее, только они могут быть вместе. Жестко, очень. Прямо до наказаний. В смысле, в семье? В семье, в общении стараться ограничить себя. А, то есть это как карантин-резервация. Совершенно верно, да. Причем это действует, и, по-моему, даже и до фокусимы действует, вот, которое случилось в 2011 году. А суть в том, что обстоятельства сложились так, в моего пребываниях в Чернобыле, я был там заместителем командира роты радиационно-химической разведки, и получилось так, что на три дня ко мне приехала жена с Аказией, скажем так. Прямо в зараженную зону? Нет. Лагерь у нас был в чистой зоне, а рядом была деревенька Будоваровичи. Выселенная. И вот в этой деревеньке мы медовый месяц такой, на три дня. В общем, такая авантюра небольшая с ее стороны, и такая история, такая потрясение, скажем, для меня. И когда я задумывал эту книжку, эта идея меня не оставляла, что называется, начиная с 29 июля 1986 года, когда я вернулся оттуда. Первым катализатором в этой истории выступил Саша Блинов. Это Александр Сергеевич Блинов, который был редактором газеты «Советская молодежь». Да, он выступил таким первым катализатором, как я сказал, попросил написать меня хоть немножко, потому что ни одной публикации еще в Латвии не было на тот момент. Когда это было? Это было сразу же, где-то июль-август. Лето 1986 года, непосредственно после катастрофы. Да, и статья называлась «Эти 80 суток». Потом, значит, вдохновленный этой статьей, Леонид Михайлович Гуревич в журнале «Даугово» попросил какие-то, ну, хотя бы дневниковые записи. Тема была на слуху, тема была актуальной. Что я и сделал. И все это довольно быстро, несмотря на то, что журнал литературный, там свои скорости, не такие быстрые, как в ежедневной газете. Все это появилось. А потом Татьяна Зандерсон пригласила на радио и сделала замечательную просто передачу. Адвийское радио, естественно. Да, да, которая мне самому до сих пор, в общем-то, ну, талантливый человек, радийный человек, популярный. Вот. И после этого я несколько раз возвращался к этой мысли. А потом… А это было советское время? Да. Могли, наверное, не все написать и сказать. Вот тоже удивительная вещь. Все это о Чернобыле надо было литовать. То есть ходить к цензору. Ну, и когда я пришел, извините, когда я пришел к цензору военному, он ничего оттуда не убрал. И я с большим удивлением к этому отнесся. Я говорю, почему? Он говорит, ну, самое главное, чтобы не было географических точек в вашем рассказе. Там всякие страсти человеческие и прочие впечатления. Это ваше авторское право, да? Это ваше авторское право, только вот поменьше географических точек, конкретных привязок вот к местности. Вот. А потом начались такие дни, когда приходилось дважды в год, как минимум, отлеживаться в страныня, так по две, по три недели. Последствия, да? Да. Ну, как-то вот накатило. Прелесть радиации в том, что она не сразу, солдата ранили и видно, вот она рана, там ампутировали, не ампутировали, условно говоря. А тут все это медленно с кровотоком доходит, и сама скорость другая как-то. Это все это, наверное, влияет на человека. И было такое 29-е отделение, целый этаж, это палата по шесть человек. И вот мы там, значит, вспоминали былые дни. И однажды завотделением Татьяна Александровна Фарптух взяла меня за руку, привела к студентам, будущим медикам, и сказала, вот, садись и рассказывай. И пусть они задают вопросы. Ну, я рассказал, наверное, понравилось. Не знаю, то ли завотделением, то ли студентам, но это стало уже какой-то доброй такой традицией. Я превратился в такого чернобыльского сказителя. А все это падало на какую-то почву. И где-то вот этот, условно говоря, локатор такой в затылке, он вертелся. И все время меня к этому возвращал. Ну, я вот как-то сел, три или четыре рассказа написал. Но вообще это было не то, там не было ничего. Это просто была какая-то констатация такая. Туда поехали, сюда поехали. И я все это отложил. Решил, что нет. Вот такое батальное полотно должно быть не рассказово. Или если рассказами, то должна быть какая-то последовательность рассказов, объединенных общей темой. Ну, вот. Ну, и силы написал такой в стиле Филимона Купера. Такие вот, в общем, стрельба, погоня. Тем более, когда ночью выезжали, вот у нас был боец такой, бывший десантник Гена. Тот вообще его медом не корми, там, мародера какого-нибудь скрутить, там, в общем. И я как-то в эту сторону пошел и понял, что это не то. Вот совершенно четко. В один прекрасный момент. То есть не Фенимор Купер должен быть, а должно быть что-то более пронзительное. Да, что-то другое. Ну, а что? И вот. Тут я понимаю, что самые известные романы всемирные, они о семье. О семье, о любви. Потому что, во-первых, все начинается с любви. И Бог, и жизнь, и смерть. Все от этого, да? Потому что, если всерьез начинаешь думать о любви, то обязательно придешь к Богу. То есть все это вместе. И тут я подумал, почему такое очень важное для меня знаковое событие, вот приезд жены на три дня, оно меня как бы не влечет вот сейчас. И тогда от этого я начал от обратного возвращаться. И в какой-то момент понял, что страшно не хватает каких-то деталей. Хотя там мне казалось, что я настолько вот пропитан вот этим всем, всеми этими поездками, всей этой реальностью, всей твоей обстановкой. Вот. И книга пошла веселей. И пять лет назад я ее закончил. То есть сколько лет она создавалась? Получается, с 86? Она, по-моему, еще и не закончилась. Еще не закончилась. Думается все равно. Да, потому что это думается, какие-то моменты, насколько они важны, насколько важно вернуться к каким-то эпизодам. Но на сегодня хорошо уже то, что я поймал вот это главное. То, что из того, что я хотел сказать, из того, что перечувствовал и пережил, поймал. Валерий, а скажите, на сколько процентов она документальная и сколько там художественного вымысла? Так вот, трудно быть объективным, но, наверное, суть книжки в том, что вот это вот очень личное, оно происходит на фоне вот этого страшного слома. И я старался не перетяжелить. Ужасами, да? Да, и я очень признателен, вот четыре редактора издательства «Городец», но мы как-то оперативно, буквально за какие-то пару недель вот добились именно вот этого текста, который вошел. И меня, ну, как я вам скажу, поражает. Нет, не поражает, потому что они профессионалы. Они совершенно четко поняли, что вот это вступление, оно затянуто. И финал надо сделать открытым, как Чехов говорил. Финал должен быть открытым. Вы знаете, вот книга вышла в российском издательстве «Городец». Да. Специальная такая серия «Ковчег». И то, что ваше произведение, а это роман о Чернобыле, повесть Гита и еще несколько рассказов, вот вышли отдельным томом в этой серии, в принципе, ну как, это достаточно такая высокая оценка, престижная, потому что вот на сайте, где они рассказывают об этой серии, у них написано, что главный критерий – талант автора. При его наличии даже небольшое произведение будет опубликовано в составе сборника «Повестей или рассказов или отдельным томом». Вот вы удостоились отдельного тома. А расскажите, как вам удалось попасть в эту престижную российскую серию? Ну, эта история построена, как многие истории, когда она заканчивается хорошим финалом, начинаешь вот эту мозаику складывать, и получается, что совершенно нет случайностей. Это кажущееся внешнее, что вот это случайно, тот встретил этого, этот послал этому, этот опубликовал там. Вот. А получилось так, что… Кому вы понравились там? Вот Андрей Геласимов приезжал в Ригу, он руководитель этого проекта, в общем, это… А, кстати, Андрей Геласимов автор «Тотального диктанта 2020». Совершенно верно. Вот. И он автор этой идеи, этого проекта, очень много сил вкладывает, здоровье и прочего. Он признался, что прочитал рассказ Саид, он есть в этом сборнике, и он заплакал. Для меня самого это было такое откровение необычное, ранее неизведанное, что там мне писали, ну, почему у вас в этом рассказе у героя пятка носка протерт? Пишет какая-то женщина возмущенная. Ну, какие-то детали всегда читатель находит что-то свое. Одни там пятку, другие еще чего-то. Ну, вот он прочитал и говорит, я просто заплакал. Это человек, который написал роман о капитане Невельску. Да, великолепная книжка, да. Заплакал над вашей книжкой. Да, степные боги и прочее. И я ему написал стоит вообще еще что-то присылать. Он им сказал, шли все, что есть. И я ничтоже, сумняши, все, все, что было. Нескороманов, две повести и вот эти, и четыре рассказа. Рассказы они взяли абсолютно без справки, из повести убрали странички три. Ну, и тоже правы. Все-таки вот приятно вариться не в собственном соку, а когда есть профессиональные редакторы, высококлассные, это здорово. Это школа, это тоже важно. Ну, и мы хотим напомнить, что телефоны прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939 у нас в гостях в личном утре на Болткоме сегодня писатель Валерий Петков. И о он рассказ мы говорим о новой книге, которая вышла недавно в издательстве в серии «Ковчег». Книга посвящена чернобыльской трагедии, книга посвящена теме, которую Валерий Петков знает лично, она называется «Хибакуша». Давайте вот просто по сюжету чуть-чуть расскажите, пожалуйста. Начинается с того, начало просмотрели там, наверное, сейчас вот многие слушают, те, кто в то время действовали, да, скажем, довелось, скажут, да, что это правда, потому что ходили. Начинается с того, что вот праздничное утро предпраздничное и вдруг приходят двое с повесткой и говорят, явится в военкомат срочно с вещами, да, и это действительно так и было, никто не знал зачем. Нет, все это было вероломно. Пришли двое из ларца, как я их условно тут вот и в книжке назвал, но по всему облику явные отставники, были такие отставники, кто-то гражданской обороной заведовал на предприятиях, кто-то при военкомате там подвязался. И вот пришли такие двое и один говорит, вы знаете, вы офицер запаса, вот у нас тут сыграли учебную тревогу, вы должны взять военный билет офицера запаса, явиться в военкомат, чем быстрее, тем лучше, там вклеено такое мобилизационное предписание, куда мне идти в случае войны. Вот это предписание, одно вынут, а второе вклеят, и все, и гуляйте, три дня мы там еще вам допишем, чтобы в День Победы все праздники отгуляли, так сказать. И вы фактически от накрытого стола, это 1 мая был, да? Да, я почему-то взял зонтик, но забыл часы, потому что пришел с работы, руки помыл, часы забыл, зонтик взял, и все. И больше не отпустили? Все. И я зашел в военкомат, 8 мая вечером нас привезли в СУЖ, в полгражданской обороны, мы там спали, очень холодно было, под утро 8 человек проломили вот такой пролет забора и убежали в лес. И, кстати, сказать, где-то примерно месяц назад я узнал фамилию человека, одного из этих восьми, вместо которого я поехал. Но это, я говорю, не потому что во мне какая-то злость. Они убежали и все, с колесами? Убежали, да. Ну, я не знаю, судили, не судили именно их. Но я знаю, что два человека были осуждены как дезертиры. Но у вас там такая есть фраза, как раз, когда вы этот момент описываете, вот они забор сломали, удрали к озеру, они не по-мужски. Ну, в общем-то, не знаю, может быть, это чисто плюс-то с моей стороны. Вот за эти годы встречается много людей. Кто-то бравирует, радуется, ну, скажем, тем, что бравирует, тем, что вот мне удалось откосить. Вот слово такое, глагол такой энергичный. Но кто-то за тебя пошел, да? Да, кто-то пошел. Нет, я не хочу себя там выставить героем, там, спасителем. Нет. Но есть какие-то внутренние тормоза, которые не позволяют в 36 лет бегать по заборам, хотя, может быть, кто-то скажет это безответственно, потому что есть семья, есть ребенок, и как-то... Но вы же не знали, куда вас везут в этот момент. Ну, в общем-то, поводы были и потом спрыгнуть с поезда. Ну, как-то мне показалось это не солидно. Я не хокетничаю, так сказать, вот тут вот, да, а вот какие-то свои есть внутренние убеждения, которые не позволяют это делать. Во всяком случае, мне. Я не говорю за всех. вот такая... А что касается Ковчега, я чуть-чуть дополню. Вот когда Андрей Геласимов объявил международный конкурс на участие в этом проекте, он, когда приезжал в Ригу, он сказал, что больше трехсот желающих, значит, прислали свои, всякие свои работы, авторов со всего мира практически. Но наши люди сейчас везде. Сейчас же, так сказать, хочешь и поезжай. И вот отобрали семнадцать человек вот в эту книжку. Она как визитная карточка этой серии Ковчег. Семнадцать человек. И в этот сборник вошли по одному, два, по три рассказа каждого из тех, кто был принят в этот проект. И теперь уже по отбору в эту серию напечатано пять. И вот Хибакуша, она шестая книжка. Всего их будет семнадцать. По количеству авторов каждый автор будет представлен отдельной книжкой. Ну, книги такие. Красивый проект, да. Да. Сделан с любовью, полиграфия такая. С уважением книжки сделаны. А вот вы знаете, это роман, да? Да. Но книжка, она не толстая, по объему, да? И то есть это не тот роман, которого стоит пугаться, что его сложно будет или скучно оселить и прочитать. Плюс в эту книжку вошла еще и поезд и пару рассказов. И сейчас у нас небольшой перерыв, да? Мы продолжим через несколько минут после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем личное утро на радио Болтком. Напоминаем, что в гостях у нас писатель Валерий Петков, автор книги Хибакуша, книга о Чернобыле, где Валерий лично был сам. Вот сразу вопрос такой. Вы что там делали? Вы были туда призваны в роли, скажем, не в роли, как правильно сказать, заместителем командира роты в качестве, заместителем командира роты радиационно-химической разведки. А чем вы там занимались? А занимались, мы когда сели в эшелон, загрузили нас в эшелон, в общем, из 30 человек роты было три или четыре человека дозиметристы, которые служили в срочную службу. Командир роты, профессиональный химик и командир первого взвода Гуннер Опманис, это человек вообще знаковый для нас всех, потому что пока мы трое суток ехали в эшелоне, он просто тупо разобрал ДП-5Б, прибор, с которым надо работать, и мы уже чего-то чего-то знали. Это какой-то радиационный определяющий? Да, дозиметрический прибор, который определяет уровень зараженности фон, грунт. То есть, в принципе, все его видели впервые, этот прибор? Ну, почти все, да, ну, во всяком случае, человек 20 точно нас собрали, кого из кавалерии, кого из артиллерии, у меня вообще нежная любовь с Министерством обороны, потому что я срочную службу отслужил в танковых войсках, механиком-водителем, потом два раза побывал на сборах по два месяца, два года отслужил лейтенантом в стройбате, и 80 суток вот мне повезло там. Валерий, что вы делали? Мы делали в роте радиационно-химической разведки, вот давали карту, кусочек, 4 на 4, территории, и надо было делать замеры. Это как бы такая текущая работа. Те, кто был свободен от этого, они, как и весь полк, занимались зачисткой территории. Просто тупо лопатой сгребался грунт. А средства защиты какие-то были у вас? Ну, как респиратор РМ-2. У кого-то давали противогазы в машине РХ, нашей радиационно-химической, это Бобик наш, газик. Там стоял еще стационарный прибор ДП-3, но мы его включали очень редко. Вот, иногда прилетал самолет, из Семипалатинска, там самая мощная радиологическая база, и приходилось брать пробы грунта. Очень такая сложная технология с привязкой к местности, очень жесткой. Вот, иногда поднимали по тревоге, потому что несколько команд ездило по зоне, и некоторые данные надо было перепроверять, то есть, чтобы они хотя бы приблизительно совпадали. А было страшно вам, вот, когда вы видели эти результаты замеров, что вы ощущали вообще там? Нет, страха не было, страха не было. Ну, какая-то работа и работа, может быть, хорошо, что мы были загружены, вот, выше головой, все время что-то приходилось сделать, и ты не мог погрузиться в себя излишним образом, как бы самокопанием заниматься. он занимался текущей работой. А какие самые пронзительные, может быть, ощущения, впечатления, какие-то детали, да, которые отпечатались, вот, в эмоциональном плане, в памяти? Я думал на эту тему и потом, и там, и вот, наверное, самое сильное, это вот то, что я так и не привык к выселенным деревням Полесье уже после нашего отъезда выселили, райцентр Полесье, а вот эти деревеньки, ты подъезжаешь, они пустые, там, один представитель сельсовета, там про собак у вас очень трогано, про собак, да, это деревня Лубянка, это тоже было, брошенные собаки, приехали туда, надо, они мешали проводить текущие замеры, там, стен, фон, грунт, для себя, там, все это на карте, крыши, вот, самый большой фон был, крыши соломенные, яйца, потому что какое-то время куры еще были живы, там, ни лисы, ни собаки их не подъели, и вот мы приехали к этой деревне Лубянки, надо было срочно сделать замеры, и по улице двигалась машина, летом водитель, только самосвал, в общем, водитель такой, в синей майке, с ружьем, охотничьим, и вот он шел по улице, стрелял, крюком таким, цеплял, в кузов кидал собак, пообщались, потому что они зараженные были, да? Ну да, у них шерсть, и там уровень был очень высокий, кстати, такой эпизод есть и в сериале Чернобыль, да, есть, это, но это было со мной, в сериале многое сделано по впечатлениям, А как вам вообще, вот вы посмотрели сериал, ваше мнение? Ну, знаете, если в двух словах, американцы сделали фильм для американцев, но суть его в том, что каждый 25-й кадр, как это условно говорят, он очень тонко подкручен, он мягко говоря, лукавый, лукавый это 25-й кадр, некоторый момент, я смотрел этот сериал и пытался даже делать пометки, вот это неправильно, вот это, а потом просто бросил этим заниматься и пришел к выводу, что вот маленькая ложь рождает большое недоверие. Ну, все эти машины с ящиками водки, я за 80 суток очень много из того, о чем они говорят, просто не встречал, хотя все время вот в этом круглосуточном вращении попадались люди совершенно разные и крестьяне какие-то там, и доярки, представители сельсовета, физики прилетали, очень много интересного рассказывали, пока мы там общались, пока этот самолет готовился к отлету, в частности, рассказали такую потрясающую вещь о том, что вот они поделились с нами при строительстве Кольской АЭС какой-то сварщик заложил в контур охлаждения, просто электроды напихал, чтобы быстрее это все, чтобы успеть получить премию, и кто-то случайно это заметил, а это могло кончиться тем, что Кольского полуострова сейчас бы просто не было. Фантастика Вы представляете, какое сочетание фантастического разгильдяйства, я должен сказать, что все катастрофы, они написаны по одному сценарию. Неправильная инструкция, неточно поставленная задача, кто-то не досмотрел, кто-то не добежал, кто-то не додумал, кто-то проспал, кто-то не пришел вовремя. Можно этот список продолжать, но суть-то в том, что вот эти обстоятельства, они сходятся в одной точке, и сейчас мы имеем вот этот ужас, когда странами управляют катастрофы техногенные, природные, всевозможные. И по-прежнему человечество не знает, что с этим делать. Абсолютно. Абсолютно. Может быть, это какой-то высший промысел, который тоже где-то прогнозирован? Может быть, эволюция, такие жуткие гримасы эволюции, потому что в земле скопилось огромное количество радиоактивных отходов в море скопился просто мусор, и внутри вот этой жуткой колбы какой-то фантастический гомункулус созревает, может быть, наверняка, потому что все эти изменения они рубят по самому главному, по аминокислотам, по генному набору человека, то есть то, из чего мы состоим, вот из этих кирпичиков. Жизнь обеспечивает основу. тогда вот вы сейчас можете меня спросить, вот ужасы я вам рассказал тут как бы с улыбкой, да, а что же спасает мир? Вот у меня следующий вопрос, и вы на него уже частично ответили. Да, я подошел к этому вопросу и к этому ответу. Дело в том, что мир спасает, пусть это не прозвучит банально, мир спасает любовь. И вот я как бы постарался в этой книжке в 300 страниц, хотя, наверное, во мне и больше вот этого заряда, я так думаю, но в этой книжке я постарался вот именно об этом сказать, потому что еще раз повторю, странами правят катастрофы и какие-то временщики, которых вынесло на гребни, некоторых даже трудно назвать президентами, руководителями, но это другая тема, она другая, мы не будем туда углубляться. То есть временные люди, у которых оказались в руках какие-то рычаги. Ресурсы и другие рычаги. Да, и действительно, вот вы сразу же сказали, что это книга о любви, все, что есть о любви, хотя там и ужасы тоже описаны, и тем не менее подводится все к главному. Чтобы сохранить себя, нужно что-то иметь такое внутри. Валерий, книжку Алексеевич, о Светлане Алексеевич, чернобыльской молитвы, вы читали в процессе работы над вашей книгой? Да, я собрался ее прочитать. Я собрался прочитать, взял ее в руки и на обложке вот такая врезка и там написано. Это книга о Чернобыле, там произошла серия взрывов. Подождите, какая серия? Если там было всего два взрыва. Это есть в любом месте интернет, это книг, эта информация есть. То есть, вот это то же самое, что в американском сериале. Вот эта маленькая ложь, которая рождает большое недоверие. И потом, это ведь не ее книжка. Она собрала впечатление, чьи-то там, добавила свои какие-то эмоции, но ее там не было. Может быть, и слава Богу, что не все там были, но я считаю, надо иметь некоторое нахальство, мягко говоря, чтобы рассуждать на эту тему, как-то углубляться, выносить какие-то суждения такие достаточно категоричные. Ну, я некоторых тем боюсь. Хочется про них написать, а вот что-то останавливает. Что-то... Скажите, пожалуйста, а в сборнике еще... Вот я повторяю, что книга выглядит таким образом, что ее очень хочется взять в руки, раскрыть и почитать, она небольшая по объему, там роман о Чернобыле и повесть Гита. Гита, это имеет какое-то отношение к Латвии? Это латышское имя? Нет, это имя индийское, то есть, то есть, дочь одной из героинь этой повести решили назвать Гитой. А повесть о том, как человек стремится уехать из родного дома, потому что ему там некомфортно, ему кажется, что там где-то лучше. и в поисках вот этого лучше, он уезжает в другой город, заканчивает институт, путешествует по всей стране, доезжает до Якутска, ни много, ни мало, а потом возвращается в свой родной город и понимает, что вот здесь он должен быть. То есть, поиски бывают разные, но в данном случае поиск себя. Себя надо прежде всего найти себя, определить, что да, вот здесь это я. Валерий, вот вы писатель, у вас уже десятая книга в работе, да, как вы нам сказали по секрету, девять уже. Хотя я стесняюсь слова писателя, посмотрев на 22 Тома Толстого. А вопрос будет по литературе, ну вернее шире даже, почему все-таки сейчас дети наши, вот мы перед этим говорили на эту тему целый час, почему наши дети стали меньше читать и не любят читать, что нужно такое может быть нам сделать, чтобы их привлечь, а интерес этот возбудить? Ну универсального рецепта конечно быть не может. А личный опыт? Личный опыт надо просто с себя начинать. Если ребенок видит, что родители с книжкой, я думаю, это первый шаг, потому что ребенок это такая губка, которая очень много впитывает. И опять же я вернусь, все начинается с семьи, семья ячейка государства, вот отсюда надо начинать. А когда все собрались за одним столом и вот занимаются вот этим вот, вот этим вот это имеете ввиду в телефоне нажимают кнопки и заходят в интернет? которые, да, без этого тоже невозможно. Я не призываю устроить такое аутодафе выкинуть там, сжечь вместе. Книжки тоже сжигали, но они сохранились. Но надо начинать с этого. Перед сном читать обязательно. А у вас внучка 11-летняя, красавица моя. Как вы вот, может быть, прививаете ей любовь к книжкам? Интерес как-то воспитываете? Ну, перед сном это обязательно чтение. Я обожаю этот процесс. А он каким-то А кто кому читает? Она лучше мне читает на английском, а я ей на русском. Ну, это здорово. Ну, вот. А чтение мы строим таким образом. Я дочитаю до какого-то места там сказку или рассказ или историю. А дальше предлагаю ей вот закончить эту всю историю. Интригу. То есть, чем закончится, чтобы она уже узнала сама? А потом мы дочитываем до конца. Она придумала сама. И вы сравниваете. Отличие, кстати, хорошее. А она у вас творческий человек? Каким-нибудь словотворчеством занимается? Да, вы знаете, мы как-то улетали из Дублина, и я имел как бы так неосторожность или как-то назвать поточнее. Я ей предложил, ты же вот, у тебя паспорт ирландский, ты, можно сказать, потенциальная гражданка Ирландии. Учи кельтский ирландский. А то есть, дети живут у вас в Ирландии, да? Да, да, но это, в общем, сейчас общая примета. Вот, учи кельтский, и у тебя есть шанс стать президентом этой страны, в общем. Ну, я как бы пошутил, а в конце года дочь прислала фотографию грамоты почетные, лучшая в классе по кельтскому языку. Это я к чему? К тому, что надо быть осторожным. Даже в добрых каких-то посылах надо вот или на восемь. Ну, так это хорошо. Конечно, в данном случае хорошо. Это удачно. Вот сразу в тему вопрос. У вас такая фраза была, признали, что иногда в качестве эпитимии назначаете себе урок, когда что-то не так сделали, перечитать, например, в толковом словаре Даля раздел на какую-нибудь букву. Да. Увлекательное чтение. Это детектив такой, что вы не представляете. Да, да. Как это вы придумали? Ну, например. А придумал, с чего все началось? У меня вот покойная теща, она из Сапсковщины. И иногда в разговоре она, ну, такие сленговые слова, в общем, вставляла разговорные. И мне это было интересно. Я искал, находил там, вплоть до того, что где-то опись в монастырской утвари 14 века во Владимирской губернии. И вот я там нашел это слово, которое живой носитель языка моя теща употребляет в разговоре. Или, например, вот летом она великолепный квас делала. И она, кстати, делала очень хороший компот свекольный, который меня очень поддержал. После аварии, да? Да, после аварии, потому что очень долго формула крови не шла там. Белые с красными воевали тельцами. Ну, вот. Ну, потом все. И вот летом она выпила этот квас и с таким удовольствием говорит, ну, я натянулась. Думаю, слово-то какое-то странное, глагол какой-то. А потом у Дениса Давыдова в стихотворении я встречаю прогоном почтовым как зюзя натянуся. То есть выпью от всей души вот выпью и вот такие моменты они заставляют оглянуться и как-то по-другому к языку относиться. Ну, вот если говорить о значении слов, да, мы тогда можем и на вашу фамилию обратить внимание. Петков. Это болгарская фамилия. Я вам больше скажу. Самая первая книга, которую я прочитал в жизни, толстая, Робинзон Круза. Шесть лет. С фонариком, вот эта вот колбаска китайская под одеялом. Ну, такая романтическая типовая история. И вот эта книга, как я потом по своей жизни определил, это получилась программная книга. Ну, начнем сначала. Я родился 10 января 50-го года. Это была пятница. Сегодня, кстати, тоже пятница у нас. Вот. Вы там прям с языка у меня сняли. Значит, 1 сентября 1659-го года Робинзон Круза вступил на корабль, чтобы отправиться в плавание. Это была пятница. И вообще фамилия Пятык, Пятык, на старославянском означает пять, пятый, пятница. Ну да, как пяток. Да, совершенно верно. А в самой книге, если внимательно полистать, практически в самом начале, после всего, что произошло, после этого кораблекрушения, там совершенно четко прописана программа. Корабль разбился. Вот левая часть того, что плохо. Вот прям списком. Правая часть. Но утонул не сразу. левая часть. Экипаж погиб. Правая часть. Но я остался жив. Вообще, я рекомендую даже взрослым перечитать Робинзона Круза. Вот в нашей сумасшедшей обстановке, вот со всеми чумой за окном, да, это как руководство к действию. Там все есть, ничего не надо придумывать. Берите эту книгу. Кстати, в Полярисе она в великолепном издании, со скидками, и можно купить. Так что я рекомендую эту книжку, которая для меня, вот она такая судьбоносная. Все не случайно. Нет, нет, это было бы слишком просто. Придется вам приходить к нам по пятницам каждый раз. Такой станет доброй традицией. Раз у вас такая фамилия, Валерий, пятница, если с болгарского мы перевернем это слово. Ну и пригласим радиослушателей. Еще очень много вещей интересных и жизненных, и литературных, и книжных у нас осталось просто за кадром. За эфиром. А в следующую субботу в 6 часов вечера в книжном кафе Поляре в торговом центре Домина мы можем встретиться с Валерием, поговорить о литературе, о жизни, о книгах, о новом романе. И, кстати, вы расскажете, может быть, нам и рецепт свекольного секретного компота, который... Кваса. Кваса, который поднимает... Да, он очень просто делается. Расскажите сейчас. Поднимает гемоглобин. Да, вы знаете, берете емкость пятилитровую. Вот такие банки были. Глобус там, помидоры, огурцы. Вот я просто говорю то, что было в моей практике. Килограмм свеклы, сырой, чистите ее, режете пластинками, заливаете кипяченой, охлажденной водой, марлечкой и в темное, прохладное место дней на десять. Лучше на две недели. Через две недели там может образоваться такая доброкачественная плесень, вы ее просто выкинете или через марлечку процедите. И вот этот вот напиток, он тягучий, как ликер. Свекла абсолютно белая. И вот я этим спасался. А еще теща мне делала такой вот кувшин муравленный. Я потом узнал, почему муравленный. Что это такое слово муравленный? Изнутри глазированный. И вот значит там травки накидает и этот компот и вот я так вот как бы стал улыбаться постепенно. Спасибо, что вы поделились своими впечатлениями и особенно за рецепт отдельное спасибо. Мы думаем, что пригодится многим для поправки здоровья. Еще раз напоминаем, что в гостях у нас сегодня был писатель Валерий Петков, автор книги, автор девяти книг и только что вышедшая книга Хибакуша. Это книга Чернобыля. И о любви. И о любви, да, подчеркиваю. До встречи. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго и всем хорошего дня и хороших наступающих выходных. И с наступающим праздником вас.